В имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодняшнее евангельское чтение Приводит нам такие слова Христа Спасителя Что если человек внимательно и вдумчиво их усвоит своим сердцем То он может стать христианином Это очень важные слова Из Евангелия от Матфея мы читали Еще подобно Царства Небесного сокровищу Скрытому на поле Которое найдя человек утаил И от радости о нем идет и продает все что имеет И покупает поле то Такая краткая притча Очень емкая Ситуация Описанная в притче понятна Человек узнал Что вот на этом участке земли Скрыт клад Как им завладеть Купить то поле А потом выкопать И все это вернется Чтобы достичь Царства Небесного Тоже нужно потрудиться Сначала нужны вложения Это поле купить Для этого нужно приобрести Некое малое сокровище Так как это притча Речь идет конечно не о драгоценных металлах И камнях А речь идет о христианских добродетелях Каждый человек Он сам трудится На тем чтобы Исполнить заповеди Божии Тогда То сокровище Которое Господь для него скрыл На этом поле Его сердце Дает ему в собственность То есть Малый труд нужно употребить По сравнению с тем Что человек получит от Бога В дар Еще подобно Царству Небесному Купцу Ищущим Хороших жемчужин Который найдя Одну драгоценную жемчужину Пошел Продал все Что имел И купил ее Все приобретения нашей жизни И все наши возможности Умственные Образовательные Сердечные Материальные Это все Вот Наш такой ресурс Который должен служить Только одному Достижению Царства Небесного Если я Хочу чему-то учиться То не для того Чтобы просто кем-то стать Если я устраиваюсь на работу Это не для того Чтобы иметь дело Которое мне подходит И за это дело Получать какие-то Деньги возрождения Вознаграждения Нет Главная цель Это Царство Небесное Нужно выбирать Такое поприще С помощью которого Я удобнее Достигнул Царство Небесное Вот что для этой цели Мне лучше Вот этого искать Как купец Продал все То что вся земная жизнь На которой мы все оставим И дипломчики И жилища И фотографии Любимых людей И коллекцию Которых Собрали И детей Оставим И внучков Все это Останется Цель какая Если есть внучок Какой в нем смысл В этом имении Только один Чтобы из него Вырастить Христианина Потому что Тот кто научил Одного из малых сих Тот великим Наречется В Царстве Небесном Только в этом смысл Человеческой деятельности Если он в чем-то другом Может быть тоже Очень прекрасным Есть же Всякие такие поприща Искусство Наука Военное дело Общественное питание Но если это Не воцерковлено Если В силу этого Человек Не достигает Царства Небесного Эта деятельность Никому не нужна Она Бессмысленна Какой пример Ну Хотя бы Крым Русская земля Рочерк пера И все что Полиция там Кровушкой Перестала иметь Хоть какую-нибудь Цену Никакую Братья по крови Могут относиться Хуже чем Тюркские народы Вполне И очень просто И очень быстро Спрашивается Ну зачем Эти жертвы Нахимов там Матрос Петр Кошка И сколько там Вообще героев Севастополя В последнюю войну Художники Даже воспевали Что это Не имеет Никакого смысла Все империи Рушатся Все Ткани Истлевают Все богатства Которые человек Собрал Все равно Оказываются Потом в руках Людей Меньше Всего Владелец И захватившему Рыб Всякого рода Которые Когда наполнился Вытащили на берег Сев Хорошее Собрали в сосуды А худое Выбросили вон Совершенно не похоже Ни на жемчужину Ни на драгоценный клад О чем же здесь речь А здесь речь идет Уже о церкви Церковь Это и есть Царство Божие На земле Мы только через церковь Можем войти В царство небес Нас всех Господь уловил Этой сетью И мы все Собраны Одних из нас Соберут в сосуды А других Выбросят вон Потому что мы являемся Ядовитой рыбой И она несъедобна Она не годится Для небесного царствия Так будет при кончине века Изыдут ангелы И отделят Злых из среды праведных И вернут их В печь огненную Там будет плач И скрежет зубов И спросил их Иисус Поняли ли вы все это Если мы все это поймем Сможем достичь Царствия Божия Они говорят Так Господи Он уже сказал им Поэтому всякий книжник Почему книжник? Ну тот кто читает книги Или эту книгу книг Которые есть в Евангелии И наученный Царству Небесному Потому что Царству Небесному Нужно научить Это вот есть урок Три урока Нам сегодня церковь преподает О неводе О жемчужине И о кладе Зарытом на поле Подобен Хозяину Который выносит Из сокровища Своей Новое И старое Новое Новозаветное Оставляется То что из старой жизни Все сжигается Это вообще Никому не нужно Смысл всей земной жизни Это приобретение Сокровища Духовного То есть Христианских Добродетелей А второе Евангелие Уже Говорит нам о том А как практически Это осуществить Как хотите Чтобы с вами поступали люди Так и вы Поступайте с ними Алгоритм На все времена Причем Если ты будешь Так вот поступать С людьми Как бы ты хотел Чтоб они К тебе Относились Это совсем Не значит Что они Будут так Относиться Отнюдь Речь идет Только о том Как ты должен Потому что Благодаря Нашей гордости Дурному воспитанию У нас У всех Представление Что весь мир Должен Лежать У наших ног И все Для нас Как в некоторых Глупых Кинофильмах А хочешь Любимая Я тебе Подарю Эту звезду Ну-ка Подари Это что Твое Это легче всего Знаешь Распоряжаться Чужим Имуществом Особенно В такой форме Когда его И взять нельзя Хочешь Я тебе Подарю Подарок Но это Будет В ячейке Лежать На мое Имя Ничего Кроме Пустословия В этом Нет Ничего Ты Пойди Лучше Купи За руб Пятьдесят Фиалочек По крайней мере Это будет конкретно Пусть тоже ненадолго И пусть это Очень дешево Но по крайней мере Ты что-то потратил А так Дарить То Что Тебе не принадлежит И то Что для тебя Ничего не стоит В этом И цена Такая же Ровно ноль И вот Люди Никогда Не отплатят Добром Потому что Не все люди Хотят жить По-христиански Поэтому Нам надо Прийти В такое Устроение Когда Не мне Все должны Как вот дети Всем говорят А почему Я должен Христианин Должен Всем Как и Господь Бог Господь По своему Смирению Служит Человеку Как Последний Мальчишка На побегушках Семь миллиардов Людей Теперь у нас На земле С сентября Новый отчет Открывая Открыли Восьмой миллиард И любой человек На любом языке Принадлежащий Какой-то религии Или Не принадлежащий Никакой Если он Обращает Свой взор К небу И просит О чем-то У Бога Господь Бежит И это Исполняет И тот человек Который хочет Достичь Царствия Божия Хочет Стать Наследником Отца Небесного Он должен Жить Так Как и Отец Поступать Так же Другие люди Это уж Их дело Но ты Если хочешь Христианин Должен Именно Поступать Так И дальше Ударившему Тебя По щеке Подставь Другую Отнимающему Тебя Верхнюю Одежду Не препятствуй Взять И рубашку Всяком Простящему Тебе Дай И от Взявшего Твое Не требуй Назад Трудно Это Очень Трудно Но Кто Это Сумеет Значит Он Действительно Верует Богу Он Верует В то Что Во-первых Господь Все Видит Верует В то Что раз Со мной Это Произошло Значит Попустил Господь Значит Богу Угодно Чтобы я Потерпел Этот Некий Урон И Пальто Отняли И Рубаху Значит Господь В силе Во-первых Это все Восполнить Что Уже Десятки И сотни Тысяч Раз Бывало В истории И еще Он считает Что Значит Тому 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 Человеку Это Нужней А Тебе Что Нужно Но Тебе Родненький Нужно Избавляться От Жадности И Много Владения Потому что Жадным Может быть Даже Человек Который Имеет Вообще Одно Пальто Но Быть Столь Жадным И Завислим Что Господь Для его Исцеления Может Попустить Что Это Пальто У него Отнимут А Как Хотите Так Это Я Уже Прочу И Если Делаете Добро Тем Которые Вам Делают Добро Какая Вам Зато Благодарность Действительно Ты Мне Я Тебе Квиты Это Неинтересно Интересно Это Когда Жертва Ты Ему Подарок А Он Тебе По Физиономии Вот Это Интересно А Ты В ответ Еще Подарок Он Замахнулся Дать По Физиономии Но Руку Опустил Почему Как То Усовестился О Из Двух Усовестивающихся Из Одного Усовестивающихся Получается Два Вот Это Для Бога Ценно А Когда Мы Внутри Себя Друг На Друге Наживаясь Устраиваем Торговлю Это Для Бога Не Интересно Какая Вам В этом Польза Имеется Ввиду Польза Духовная Ибо И грешники Тоже Делают А Кто Такие Грешники Грешники Это те люди Которые Живут Забыв О том Что Существует Бог Если Взаймы Даете Тем От Которых Надеетесь Получить Обратно Какая Вам Зато Благодарность Ибо И грешники Дают Дают Займы Грешникам Чтобы Получить Обратно Столько Ж Устарело С Процентами Извините Это Не первый Век А 21 А Без Процентика Ты Знаешь Ну че Я тебе Дам Столько А Ты Вернешь Столько Инфляция Это Уже Меньше И так Далее Но Вы Обращаясь К своим Ученикам Поэтому Кто из нас Вдруг Случайно Оказался Учеником Крестовым Это Обращение К нему Любите Врагов Ваших Благотворите И взаймы Давайте Не ожидая Ничего И будет Вам Награда Великая И будете Сынами Всевышнего Всевышний Посылает Нам Солнце Дает Нам Пить Воду Он Выращивает Нам Продукты Питания Из земли И что Он взамен Просит Ничего Все Он нам Это Предоставляет Бесплатно И так же И мы Должны Если Даем То Ничего Не просим Назад Вернули Хорошо Не вернули Еще Лучше Представляете Вот в этой точке Происходит Некое чудо Мы За материальное Покупаем Духовное Мы Временное Меняем На вечное Вот это Бизнес Вот это Настоящее Дело Христианское Ибо Благ Он И к Неблагодарным И злым И так Будьте Милосерды Как и Отец Ваш Небесный Милосерд Есть Вот это Главное Чему Мы должны Научиться В нашей Жизни Если При условии Опять Повторяю И Надо Постоянно Если Мы Хотим Быть Христиан Кто Христианин Христианин Это Человек Который Имеет Милующее Сердце Который Человеком Который У него Отнял Или Украл Пальто Любит Больше Чем Пальто Что Вообще Справедливо Потому Пальто Это Всего Лишь Ну Предмет Который Утепляет Нас А Человек Извини Это Уже Образ Божий Поэтому Каждого Человека Мы Должны Так Нашему Отцу Небесному Угодно Чтоб Мы Любили Друг Друг Ну Вот Как Отец Если Он Нормальный То Он Своих Детей Конечно Любит Ну А Дети Конечно Они Бестолковые Дерутся Спорят Жалуются Дразнят Друг Друг Всякие Друг Друг Пакости Деют Вот Отца Конечно Это Огорчает Но Он Не Перестает Их От Этого Любить Поэтому Да Действительно Люди Очень Противные Существа Ну Просто Из всех Млекопитающих Самые Такие Беспардонные Существа Но Если Хочешь Быть Христианином Надо Их Возлюбить Просто Не Не Сможет Не Сможет Потому что Там Совсем Другие Отношения В Преисподние Совсем Другие Там Все Врут Обманывают Творят Всякие Жестокости И Наслаждаются Этим А У Отца Небесного Наоборот Благость Милосердие Вера Кротость Воздержание Совсем Другая История И Конечно Господь Нас Призывает Этому Поэтому И Учит Нас Царствие Небесное Благословение Господне На вас Такой Благодатью Человеколюбим Всегда Ныне Присно И Во веки Веку